Дальше, вот это там, где болото. Ну, он, Куршская битва, они начали, вот, там, район Муценска, немножко раньше начали сражение, чтобы отвлечь внимание. Мы, говорят, не знали как, а вот его еще ранили до начала Куршской битвы, ихней, там, варшаемойцкой части, там, где, вот, Муценска, это, вот, Туркининское место, вот, воевали, он там обгорел, там, и все это, вот, а остальное, там все, вот, и Калинин, Новгород, Псков, и все дальше, и оборона Ленинграда прорыва, все вот это, и потом дальше они на Прибалтик пошли, в там, Прибалтийский трон, и когда война закончилась, а там, сейчас уже говорят, там, военная группировка не была, там, в области, этого, Балтийское море, значит, эти эсэсовцы, вот, они там, у них оружие, это всего, что хочешь, полное, они доставаться не хотели, и они еще в течение двух недель там самые ожесточенные прорывы. и все это так, и что еще, вот, из ее воспоминаний, значит, он говорит, во-первых, на фронте, вот, тяжело было, вот, запели, да, выручал песни, вот, все, которые военные песни, он до конца жизни, это пел, вот, который был на фронте, и все, и вот, затишье, они думали, ну, знали, что война, это, кончится, и вот, они считают, вот, только из одного танка, ну, он побитый, списанный, ничего, держать, и вот, сколько можно сельхозорудий сделать из этой орбитаты, все, мы все это рассуждали, не то, что вот здесь кончен, куда еще бы воевать, этого не было, вот, сразу надо идти работать, и вот, он потом приехал, где-то там, надо жить сначала, а потом, с 50-х годов, он приехал сюда, в одной, с самого начала открытия нефти было, да, вот, и он еще помнил, вот, первый, единственный, на компрессор, там, нефтяники знают, да, вот, один компрессор, как скважин дали, их постоянно сдавали, и по поводу, по поводу, по поводу, наш ордер, народный, возникновенный орбит, вот, этот мой трое суток, потом он там, что-то там, поел, взял с собой, переоделся, и опять на какой-то так работали, орден, из-за почеты, вот, вот, у нас нет, это не имеем, вот, так, вот, воевали, приделись, и, конечно, очень дорогая победа, и, главное, передаем это внукам, всем говорим, сохраняйте эти фотографии, рассказывайте, пишите, у меня есть тоже немножко нормальные воспоминания, вот, и всех вас, дорогие, еще раз, с праздником, самого доброго здоровья, и дорожите, дорожите каждым прожитым днем, радуйтесь каждому цветку, пьеду, птичке и жизни, и то, что у нас еще окружает наши люди, родственники, знакомые и соседи, все, чтобы всем было здоровья и самого хорошего, осталось чуть-чуть. Дорогие, сударки, давайте, мы походим, Вы можете не читать, что хотите, как вам легче, как у человека? Можно читать? Это все пережитым моим. Только буду показывать экспонат моего детства. Я родилась не могла. Родители мои родились из деревьев Таттумбарвей. Их в 1932 году репрессировали. Отняли все имущество за то, что они имели одну корову, одну лошадь и несколько гусей. Деда моего четырьмя детьми отправили в Сибирь, в город Мерсин. А папу мою тремя детьми отправили на Дальний Восток. На Дальний Восток, когда их везли в товарном вагоне, этот вагон возил только с кабина. А юг, который здесь такой вагон. Но по пути они хорошо наберяли другая дочь, которая была всего три года. Она ходила по вагонам и просила хлеб. Приносила этот хлеб, отдавала своим сестрам. Старше ее были двоише сестер. И, в конце концов, сама не ела, наверное, и умерла. Не довезли. Но людей, которые умирали, не хоронили. Просто подразумевали и так вот. Поэтому, наверное, они считались убийствами пропашены. Но папа мой постарался, и мама моя постаралась. Прятали ребенка под соломой, когда охрана приходила. Все время везли. И, в конце концов, везли и похоронили Дальний Восток. Они там прожили три года. Было, называется это, три года надо было жить. Потом они дали разрешение возвращаться. Ну, как возвращаться, если ничего не имеешь, ни денег. Дали на дорогу немножко денег. Они на это деньги, значит, сумели проехать. Доели до Узбекистана только. Все. Тогда им сказали, остановитесь, работайте в Соболе, где стоит хлопок. Вот они там остановились, пришли и нашли меня. Это самаркандская область, в железах. А вот, колокольчик. Я вот пришла на соседку. Ну, конечно, после меня еще ребенку придется, это уже помолчать. Я говорю, коротко буду, ладно? Конечно. Ну, в сороковом году, уже какой-то чай не было. Дети в Ташкенте там стали умирать от дифтерии. Я завалила и братишка завалила. Родители ушли на поле работать, а ребенок остался на брюшке. Мне сказали посмотреть. А я все время смотрела, смотрела. Ребенок не вижу. Смотрела, смотрела. А когда родители вернулись, я говорю, что он так долго спит? А я качаю. Оказывается, он верстывает. Мне было пять лет. Ну, потом уже, когда уже объявили войну в сорок первом году, папа сказал, мы в Ташкенте не проживем. Я уйду на фонд, а вы что будете делать? И он узнал, что надо ехать дальше в Киргизию. И в Киргизии есть поселок Узген. Узген согнали всех репрессированных освобожденных. Это и Чечетки, и Кореи, и Брия. Даже так. Не все нации там. И украинцы, в том числе и мы татары. В конце концов, даже моя, наша родная, мамина сестра из Киргиза, ну ладно, его застрелили. И у нее на руках было пятеро детей. Она оставила трое детей в Киргизе, забрала двое, 16-летнюю дочку и маленькую дочку, и приехала в этот Узген. Вот тут происходит встреча двух сестер. В судьбах сводит людей. Курунка. Софья Харимовна, вот экспонат ваш, покажите, пожалуйста, что за экспонат это? Я шести лет начала работать. Когда мне было шесть лет, мне уже сказали, ты уже большая, вот тебя веревка, корова, держи и паси. Там надо не водить. Я так начала работать. А потом уже когда, ну в полу не пошла, потому что одевать нечего было. А сестры, старшие двое, они и работали, и учились. Первый класс я прошла в десять лет. В десять лет. Тогда дети были разные, и таки, и таки. Я взрослая, наверное, была в десять лет. И хотя война окончила, все равно народ обетоленный, ничего нету. Приходилось все-таки опять работать и работать. И мы начали работать опять на полях. Стороны забирая хлопок. 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 Это такое сырье. Это стратегическое наше. Богатство. Это и порт, и масло. Хлопок. Мне было десять лет. Школьница. Первый класс. Можно надеть. Можно надеть. Можно надеть. Можно надеть. Вот. Вот этот фат выливаешь, а сзади вот сюда привязываешь мешок в зале. Этот мешок за тобой волочится. А ты идешь по рядам, а хлопок по такой высоты, помните, цветушек. Ты идешь и вот так идешь. Забираешь. Тебе дают одну. 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 Это мы в десять лет. Я в десять лет порвала десять килограммов хлопка. А хлопок принимали по пять копеек. И мы зарабатывали, представьте, в день, пятьдесят копеек. День войны. А взрослым, когда мы стали студентами, а уже задание там есть. А школьникам задание есть. Сколько можешь, что ли? Сколько можешь? Ну, награждали всякими этими материалами. И вот я первый свой подарок покажу вам. Вот, чем меня наградили. Я сохранила лапан твоим детям. Это мой подарок. Первый. Зарова, так можно. Это шар. Шар. Да. Шар. Да. Музамон. Опа, плово, но я не понимаю. Долос. Сами. Скоро. Да. Вот, а я поможу. Наверное, послушаем сходить. Да. Скоро. Мама. А вот, я сказал. Да. Насколько надо его собрать, который лёгкий. Посмотрите, он собирает целый день 40 градусов жары. И мешок с собой тащи ещё. Я вот для стакана понесла, это натуральный хлопок. Посмотрите, как хлопок растет какое-то золото. Это золото страны было. Войну выручено. Вот в десять лет я десять лет. Жопья Халимовна проработала учителем в первой школе долгое время. В настоящее время она очень творческий человек. Жопья Халимовна психи пишет. Очень много заслуг у неё по творческой работе. Вот тут надо стать. Ещё могу сказать, вот они секретные герои. Она папа была в администрации Амитинского района. Моя дочь и дядь, они жили в Армении. Они военные, да? Нет. А он военный? Сын военный был. А, сын военный. Сын военный. А он сорок семь лет в молодой раз. В чине подполковника что ли? Он от болезни умер мостами. Его похоронили в аллее героя в городе Пензе. Он руководил танковой частью. А все танки, которые встались после войны, были все захоронены под землю. Вот он там был командиром города Пензе. Савистофья Халимовна, что брики шигара разносила за рахами. А? Брики шигара, что брики шигара разорах. У меня. У меня. У меня. У меня. У меня. У меня. У меня прекрасный математик.